Большой подарок от аистов семьи Бамбуровых перевернул весь их жизненный уклад. Нашим сюрпризом каждый раз, поэтому немедленно открываем детский сад. И действительно открыли, создали в своей квартире семейную группу, где воспитанниками будут две дочки и сын Арсений, воспитателем мама, а помощником воспитателя папа. Если раньше мы с утра шли в садик, здесь будем с утра приходить на занятия, дома завтракать, сюда отводить на занятия, заниматься, на дом брать занятия также. В Кировском районе на базе двух детских садов номер 178 и 448 открылись четыре семейно-воспитательные группы. В своей собственной квартире семейные воспитатели занимаются с тремя-пятью малышами. Все питание в термосах привозят из сада, где группа закреплена, а заниматься дети ходят в детский сад. Мама семейный воспитатель, как правило, это мама, устраивается на работу в детский сад воспитателем на 1,67 ставки. То есть мама получает возможность, не прерывая процесс воспитания своего собственного ребенка, взять еще других детей, устроиться на работу, стать педагогом, работать в детском саду. Опыт создания семейных групп в Самаре оказался весьма успешным. В городе действует 16 таких групп, где воспитываются 56 детей. Все они сохраняют свое место в очереди в муниципальный сад. Было очень страшно, об этом я уже говорила. Но и в то же время была огромная радость, потому что наконец-то трудоустройство, наконец-то мой ребенок будет не один, появятся друзья у него, и поэтому страх постепенно исчез. И когда я поняла, что и детки, в принципе, очень быстро адаптируются, поэтому я очень была рада, что занялась такой деятельностью. Семейные группы – это один из методов сокращения очереди в детские сады. При том, что содержание ребенка в такой группе обходится городскому бюджету дороже, чем в муниципальном саду. Однако городские власти идут на это, чтобы все маленькие самарцы смогли получать дошкольное образование. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков, События.